В течение октября 1480 года войско хана Атмеды несколько раз пыталось перейти вброд реку Угру, но безрезультатно. Главным образом это было связано с тем, что монголы использовали старую тактику закидать врага стрелами, а потом изрубить в полной атаке. Стояние на реке Угре 1480 года возможности ордынцам так атаковать не дало, поскольку мощная броня русских пехотинцев и большая дальность между берегами делали стрельбы безопасными для русских войск. А конные атаки вброд были легко отбиты русскими за счет хорошего оружия, а также в переменении артиллерии, которая главным образом состояла из пушек и пещелей. Эта артиллерия носила название броня. После неудачных попыток перейти Угру, вброд хан Ахмед стал ждать холоду, чтобы перейти реку по льду. В результате практически весь октябрь 1480 года продлилось великое стояние на реке Угре, но уже в 22 октября река Угра стала покрываться коркой льда. Зима в тот год наступила раньше обычного. Князь Иван III принял решение отойти к городу Боровск и там дать врагу решительный бой. 26 октября 1485 года Угра встала. Русские ждали атаки ордынцев в любой момент, но она все так и не последовала. 1 ноября 1480 года русские разведчики принесли в Боровск весть о том, что армия хана Ахмеда отступила и отправилась назад в степь. Так совершилось великое стояние на реке Угре. Вместе с ним завершилась и ордынская ика на Руси.